Сказочный заброшенный замок в горах Италии, автор этого материала, мистер Марат, ссылку мне дал на этот материал Рамиль Ахмедзянов. Я расскажу эту статью своими словами, потому что здесь формат такой, что пришлось бы постоянно двигать движок и было бы очень неудобно. Но, начиная свою историю, этот замок в 1605 году, в 1878 году здесь жил король Италии Кумберто. Вот эти ребята узнали об этом замке в Италии, о том, что он заброшен через интернет и им рассказали, каким образом можно попасть в этот замок. Сам замок, передний этаж, забран все окна решетками, сигнализация, но им объяснили, каким образом можно сюда попасть. И они в 4 часа утра сюда пробрались, и благодаря этому мы с вами наблюдаем без экскурсии вот эти вот красоты этого замка. В самом замке 365 комнат, и этот замок пустует очень долгое время, более 16 лет. После Первой мировой войны он стал отелем, и номера здесь стоили за облачных денег. С 1999 года отель обанкротился, то есть дела пошли на оболь, и руководство отеля покинуло замок, и более 16 лет он пустует. Владелец замка муниципалитет, судя по статье, но с другой стороны здесь упоминается, что это частная собственность. С одной стороны вроде бы муниципалитет, городская собственность и частная, то есть не очень понятно, но нельзя сюда проникать. Ну вот ребята проникли, и здесь экскурсии проводятся. Поначалу, когда этот замок был заброшен, из него мародеры вынесли все, что только можно, практически все предметы интерьера, диваны, стулья, столы. И добровольцы, увидев все это, на свои деньги установили решетки, и потом муниципалитет подключился, стали делать экскурсии. И вот ребята опоздали через интернет подать заявку на экскурсию, и здесь с 7 утра проводятся реставрационные работы. Это статья 2015 года, наверное, работа уже закончена. И вот они в 4 часа утра проникли в этот замок, это потолок. Здесь даже есть, как говорится в статье, драгоценные камни в некоторых местах. Проникли в этот замок, и вот до 7 утра, пока не услышали шум от рабочих, они ходили по этим комнатам. Не знаю, прошли ли по всем 365 комнатам. Ну вот они были очарованы. Ну, наверное, любой бы от такой красоты получил эмоциональный восторг. И они не могли найти долго ход на второй этаж. Оказалось, что спрятана была комнатка, дверка, через которую можно было подняться на второй этаж. Вот на этот. Они долго-долго искали, здесь часовинка маленькая. И потом нашли и попали на второй этаж. Здесь демонтирован, оторван кран второй в купеле и царапины. И вот они нашли дверь, спрятан потайную, попали на второй этаж. Как пишет, что ничего особенного, но вид сверху тоже был интересен. Что мы и наблюдаем. Затем они услышали шум от того, что в замок вроде бы пришли рабочие. Видели, что есть краска, инструменты и что идут реставрационные работы. И они быстренько ретировались из этого замка. И сейчас вы увидите вид этого замка снаружи. Красота, конечно. Вот он этот замок. И здесь циферблат, часы не декоративные. Когда-то шли. И вот здесь как бонус, что в этом замке снимался фильм Страшные сказки. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. До свидания.